Привет! Я в центре Вашингтона, чувства переполняют, не могу сидеть на месте. Как только у меня появляется свободное время, я стараюсь вырваться и посмотреть какой-то очередной музей. Музеев здесь очень много. Сегодня мне сказали, что невозможно в музей пойти один раз и не вернуться. Поэтому я не знаю, честно говоря, сколько я еще пробуду в Мэриленде, но хочу увидеть, конечно, как можно больше. Вообще, наверное, грех жить здесь и стараться не посмотреть то, что тебя окружает. Здесь очень много людей. Опять же, сегодня суббота. Я покажу, как здесь красиво. Адреналин зашкаливает, потому что очень много эмоций. И даже когда вот так вот просто сидишь и смотришь на все это. Там стоит очередь в музей. В этот музей я сейчас хочу попасть. Люди просто гуляют, наслаждаются солнечным днем. Как я доехала, это, конечно, отдельная история. Каждый поход в метро – это приключение. Сегодня там шоу устроили афро-американцы. Ну, таким образом они немножко себе подзарабатывают. Так, у меня на голове какая-то... Какие-то рога, потому что ветрено. Доехала опять так, что меня девочка взяла за руку, пересадила из станции в станцию, потом еще и подошла, спросила или все нормально. Я сказала, что я счастлива. Вообще, все это здорово, очень как бы весело. Я не могу сидеть на месте. Это такое великолепное место. Вот, самолет, здесь недалеко аэропорт. Ко мне подошел какой-то парень, стал что-то спрашивать. Я сказала, что плохо говорю по-английски. Ну, конечно, стыдно не знать английский. Там Капитолий. Здесь музеи. Итак, это Смитсоновские музеи знаменитые. Они все бесплатные. В одном из них я была, даже в нескольких. Приключения продолжаются. Это музей естественной истории. Вот я вижу Мамонта. Это первый зал. Очень много людей. Пропускает здесь через металлоискатель. Информационный центр. И вот Мамонт. И я дальше иду искать что-нибудь интересное. Люди отдыхают. Вообще, здесь музей чувствует себя очень комфортно. Мне сказали, что этот музей очень интересный. Поэтому здесь всегда очереди. Не знаю, что я сейчас увижу. Это доисторический зал, очевидно. Так, это, наверное, какие-то древние акулы. И сейчас я попытаюсь подойти к этим чудо-китам. Вот здесь проводится экскурсия. И я попробую, как ближе к ней. И вот каралы. Там вижу белого медведя. Вообще, я не очень-то люблю такие заведения, честно говоря, где выставлены трупы животных. Но, наверное, они имеют место быть для будущих поколений, для детей. Вон, детки фотографируются. Продолжая свою экскурсию, здесь опять же что-то рассказывают. Не знаю, что там он держит. Какой-то, может быть, китовый вис. А вот здесь вот такие вот страшилки летают. Это скелет какого-то... Не знаю, кого. Динозавра, наверное. Вот он такой длиннющий. Вообще, прикольно смотреть на все это. Там тоже еще какой-то стрекозел витает. Сейчас я подойду поближе. Вот какой. Этот чуть побольше. Ну, а этот совсем большой. Вот он, метров десять, наверное, его скелет. Страшно, конечно, интересно. Читать я не могу. Я только хожу, рассматриваю экспонаты. Это доисторический зал. Сейчас подойдем, посмотрим, что это. О, это челюсть акулы, по всей вероятности. Много экспонатов. Я хочу показать вот огромный синий кит. Очень много экспонатов всяких древних акул. Везде идет демонстрация фильма. Здесь вот индейец. Как живой. Сейчас зашла еще в один зал. Там костюм. Вот этой дамочки. Это какие-то пирамиды древние. Там я хочу показать Discovery Room. Там можно зайти, отдохнуть с детками. Там для них тоже куча экспонатов. Очевидно, с ними можно поиграться. Я сейчас загляну туда. О, вон морда крокодила. Там играются детки. Это африканская культура. Я просто пройдусь по залу, покажу. Здесь выставлены предметы обихода. Какие-то корзины, не знаю. Там на заднем плане. Пищу добывают. Это зал с шаманами. Здесь везде такая атрибутика. Загадочная. Я сейчас хочу подойти и показать настоящего шамана. Вот он. Кинжал, корона. Там посуда. Вот. Это статуя на нескольких этажах. Ну что, второй этаж. То, что я вижу. Это выставка о фотографиях. Фотографии, конечно, удивительные. Фотография пантеры, которая поймала свою добычу. Фотографии, конечно, удивительной красоты. Это зал с минералами. Это можно потрогать. Не знаю, может, можно купить. Да, пожалуй, это можно купить. Зал с сувенирами. Вот здесь можно себе выбрать камушек и сделать из него сувенир. Вот люди стоят, перебирают, складывают в мешочек. Но даже потрогать эти камни очень приятно. Я попробовала. Это сувениры на продажу. Все блестит, глаза разбегаются. Цены довольно-таки невысокие. Это все натуральные камни. Это, похоже, зал со скелетами. Скелетами животных, которые обитали или обитают еще в Америке. Там вверху тоже что-то огромное. Это огромное, тоже метров 10. Вот еще экспонат. Честно говоря, находиться тут стрёмно, потому что одни черепа. Это, видимо, обезьянки. Я хочу сказать, что около экспонатов, которые вызывают наиболее, больше интерес, например, вот как эта мумия. Там всегда собираются люди. И подступиться, чтобы что-то поснимать, невозможно. Я сейчас вот нашла мумию. И сейчас попробую подойти к еще одной мумии. Ужасное зрелище, конечно. Хочу показать. Здесь есть зал, где даже живут вот такие вот существа. Создали такие вот террариумы. Здесь какая-то страшная гусеница. Вот она. Огромная. А здесь висит вот такой вот... Я даже не знаю, ли эта штука живая. Вот на зеркале повисла какая-то штуковина. Она буквально прилипла. И там еще одна висит. Эти кустики орошаются. А вот это вот краб. Кто здесь живет, я еще не поняла, но лежат свежие огурчики. Какая-то саранча, похожая на листик. Но этот листик живой. Что-то она там поедает. Я в музее естественной истории. Вот здесь, кроме других экспонатов, здесь вот еще есть такие экспонаты. Какие-то страшные букашки. Вот сидит парень. и они эти букашки все время чего-нибудь едят. Там вот куча всяких насекомых. Это все шевелится и вообще такое неприятное ощущение. Вот. Здесь тоже живет всякая фигня. Он полез. Кто там живет, сразу не разберешь. Ну, вообще отвратительно все это выглядит, конечно. А! Я это уже показывала. Люди пытаются рассмотреть, что там живет. Сейчас я попробую поближе подойти. В общем, я не знаю, кто тут живет. Ну, думаю, с этим бы я встретиться не хотела. вон там похоже, вот это то, что там висит, то и живет. Вот. А здесь валяются куколки и из этих куколок вылазят вот такие вот бабочками я бы не назвала этих насекомых. Фу, какое оно. вот оно висит. хочу показать всех этих тараканов можно поддержать. огромный интерес у детей. Они берут эту всю гадость на руки и совершенно не боятся. вот здесь еще один зал. Это похоже на ботанический какой-то небольшой зал. Какие-то уникальные деревья и здесь тоже в этих деревьях такие вот гнезда, где тоже живут какие-то существа. Люди туда заглядывают. это все под стеклом. Там лежит какая-то еда. Но не всегда можно увидеть, кто там живет. Вот цветы. Здесь тоже кто-то живет. это зал с динозаврами, птерозавры, не знаю, кто еще. Так, музей закрывается. Я хочу только бегло пройтись. Уже всех выгоняют, ходит охрана. Это зал с животными. Конечно, сюда стоит прийти. Хотя бы один раз побывает в США. Стоит посетить этот музей. Я уже говорила, что я не очень люблю трупы животных. Потому что я вегетарианка. Я не ем мясо. Мне жалко все живое. Но наверное такое должно быть. И вот огромный бегемот. Огромный бегемот. Это вот не знаю кто. Все это безумно интересно. Я хочу показать, какое огромное количество здесь было. Я вот наконец вспомнила, где я видела эти кадры. Фильм точно здесь снимали. Я заканчиваю свою прогулку. Я не могу громко говорить, потому что на меня оглядывается. настроение просто восхитительное. Каждый раз узнаю и вижу что-то новое. Какое бы ни было настроение, может быть там всякие бывают проблемы, нерешенные вопросы. Я выхожу абсолютно другим человеком, если вижу что-то новое здесь. Америка прекрасна, садится солнце. Я сейчас буду идти на метро. Веломобили прогулочные. Я не знаю сколько это стоит, но было бы прикольно покататься. Ну в общем, что я хочу сказать. Ребята, это столица, это США. Жить здесь здорово, весело, небезопасно, правда. но страшно интересно. Я еще немножко поснимаю, пока у меня совсем не вырубился телефон, у меня память полностью заполнена, я не думала, что сегодня попаду в музей, и поэтому у меня еще не сброшено прошлое видео. Но пока она еще дышит, в смысле камера, я покажу все, что вижу вокруг. Вообще это такая линия, где очень много музеев, по-моему, до десятка их, все не бесплатные, я посетила только несколько, там вот здание Капитолия, сейчас люди разойдутся и будет видно, вон, здание Капитолия, купол, вот так вот можно идти, и идти, там будет где-то белый дом, и можно гулять бесконечно.